Божие братья, всех поздравляю с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Как хорошо видеть, много людей на занятии. У меня вот вопрос, мы перед занятиями сейчас споем Царю Небесный или Тропарь к Рождеству? Спаси Христос, на Рождеству тропарь нужно петь. Рождество Твое Христе Божие наше, во сей мир и свет разума. Я могу петь, если ты... Да, Игорь Владимирович, пожалуйста, спойте. Хорошо. Во имя Отца и Сына, если так в Духарме. Рождество Твое Христе Божие наше, во сей мир и свет разума, в небо звездам служащие, звездою чахуся. Тебе славите солнце правды, и Тебе верите с высоты востока. Господи, слава Тебе. Ладыка, Господи, благодарим Тебя за возможность сегодня, в такой праздничный день Рождества Сына Твоего, Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы можем иметь общение с братьями, собираться вокруг Слова Твоего, Господи. Просим у Тебя дать нам мудрость к разумению Писания, чтобы нам не укладиться ни вправо, ни влево от истинного понимания Слов Твоих. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня у нас 7 января 2023 года, а по старому стилю еще 25 декабря. Кто читал проповедь, которую скидывали, когда день Рождества Ивана Златоуста, мы тоже 25 декабря празднуем, только у нас календарь другой. И в прошлый раз вы с братом Александром Борцовым проходили до 2 Тимофея 2 глава 14 стих, а сегодня вот с 15 начнем, по толкованию феофилакта болгарского. Читаю. Все перенесешь ради Него, все исполнишь. Везде с большим старанием апостол говорит о стыде, потому что для большинства служили стыдом, как крест Христов, проповедь о нем. Будто бы невежественные, как и сами апостолы, как люди простые и все терпевшие. И так говорит, ты не стыдись. Многие или отнимают от Него, или прибавляют к Нему, а ты веди правым путем. Или поскольку апостол не сказал правонаправляющего, то дал понять нечто иное. Как бы излишнее на коже и ремни на росты отсекая, говорит, от проповеди чуждой ей, и истребляя мечом. Не стыдись, говорит апостол, да, потому что Господь наш Иисус Христос, говорит, кто постыдится Его и слов, слов Его, того и Христос, Спаситель наш, постыдится пред Отцом нашим небесным. И здесь толкователь говорит, что для большинства служили стыдом проповедь о Христе, да, как будто невежественные, как и сами апостолы, как люди простые и все терпевшие, да. Тоже апостол Павел пишет, даже до ныне мы терпим нужду и голод, и побои, и скитаемся. Ну, мы как ссор всеми попираем и до ныне. И многих людей это так отвращало, вот. Да и до сих пор, да, посмотрите, немного из нас сильных по плоти, немного из нас богатых, вот. И Господь дал быть богатыми верой бедным, да. До сих пор так идет. Поэтому не стыдись, говорит, в проповеди. А у нас сегодня тоже священник говорил людям, чтобы сказали о Христе родственникам, родным, близким. Как-то так вот удивительно. Хотя большинство людей не изучают Слово Божие, ну, насколько я знаю. И священник с ними тоже не занимается по Слову Божие. Вот откуда им люди взять, что им сказать о Христе, когда сами не знают. И еще вопрос у меня вот об обоих того, что кто в тыдец?